Здравствуйте! В эфире новости Артемовского городского округа, в студии Ирина Антонова. И вот о чем сегодня мы вам расскажем. Автобусы для спортивных школ. Два автобуса из Белоруссии теперь будут возить артемовских спортсменов. В Приморье объявлен высокий класс пожарной опасности. В лесах по метеоусловиям. Служу России. В Артеме начался осенний призыв. Бес попутал. Артемовец предстанет перед судом за крупную кражу денег. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка принял участие в торжественной передаче 30 автобусов из Белоруссии. Наш город получил два автобуса для спортивных школ. Александр Наточев расскажет. Артемовский городской округ. Узубова Мария Сергеевна. Всполняющий обязанности директора Центра физической культуры и спорта города Артема. Артемовский городской округ наряду с другими муниципальными образованиями края получил автотранспорт, предназначенный для нужд спортивных школ. Автобусы были закуплены на средства краевого бюджета. Как отметил Олег Кожемяка, новые автомобили станут хорошим подспорьем для юных спортсменов, чтобы расти и развиваться на пути спорта. Кроме того, поставка в край 30 автобусов служит очередным доказательством крепкой дружбы Приморья и Белоруссии. Сегодня мы торжественно вручаем эти автобусы, сделанные нашими братьями, белорусами, для нас в такой короткий срок. Мы благодарим, конечно, и президента Республики Белоруссия Александра Георгиевича Лукашенко. Я уверен, что поездки в этих автобусах будут также продолжением той дружбы, которую наше поколение ведет с белорусским народом, с тем, чтобы это подхватили наши дети и продолжали укреплять наши отношения. Министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов передал ключи представителям спортивных школ и муниципалитетов. Артемовскому городскому округу выделено два автобуса. Один для спортивной школы «Темп», второй для атлетической гимнастики. Наша спортивная школа давно мечтала о таком виде данного транспорта. Наша мечта сбылась. Спортсмены смогут в комфортных условиях посещать различные спортивные мероприятия по Приморскому краю. Как пример хотел бы привести, буквально неделю назад наши спортсмены по футболу, 2006-2007 года рождения, вернулись в первенство Приморского края, поселок Черниговка, где заняли первое место, стали победителями Приморского края по футболу. Также данный автобус будет использоваться для перевозки, посещения спортивных мероприятий по единоборствам. Вместительный салон, удобные кресла, надежность узлов и агрегатов смогут обеспечить комфорт спортсменам, как до соревнований, так и после. Очень приятно вообще. Просто как в космосе в каком-то. Хороший автомобиль. Водитель Денис Левицкий 26 лет за рулем, поэтому он знает, о чем говорит. Переданные губернатором автобусы, безусловно, будут способствовать развитию спорта в Приморье. Передвижение спортсменов и команд по краю происходит постоянно. И теперь тренерам не надо думать, где взять транспорт, чтобы отправить ребят на соревнования. У них появились свои средства передвижения. Огромное спасибо нашему губернатору Олегу Николаевичу Кожемяку за те два автобуса, которые достались нашему Артемовскому городскому округу. Спортивным школам это большое подпорье. Это будет развиваться уже наш массовый спорт на новом уровне. Появится новый импульс. Ребятам даст огромный интерес заниматься дальше физической культурой и спортом. Заниматься теми избранными видами спорта, которые мы выбрали. Ну и конечно же будет новое знакомство, новая географическая возможность ребятам посетить все точки нашего Приморского края. Те, кто знаком с белорусским автопромом, говорят, что он надежный и практичный. И мы надеемся, что наши ребята смогут по достоинству оценить все преимущества передвижения на собственном автотранспорте. Начинается особый противопожарный осенний-зимний сезон. В его преддверии необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. Артемовские огнеборцы в очередной раз напоминают, что шутки с огнем плохи. Тему продолжит Виктория Летита. В муниципальных образованиях Приморья объявлен высокий класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям. Это значит, что осенний ветер может легко разнести огонь по округе. И уже в последние дни на пульт дежурного пожарной части города Артема все чаще поступают сигналы о палах травы в округе. На такие пожары приходится выезжать до семи раз в сутки. С 1 января 2023 года произошло 173 пожара. Из них 170 – это сухой растительности и три лесных пожара. Завершились дачно-огородные хлопоты. А это значит, что нужно убрать старую траву, опавшую листву и мусор со своих участков. И ни в коем случае не сжигать. Растение вполне можно превратить в компост. Задумайтесь, из-за пала травы гибнут мелкие животные, насекомые, птицы, растения. Огонь уничтожает все живое. Напомним, что чаще всего причиной пожаров становятся люди. Теперь это наказывается рублем, то есть штрафами. Однако некоторые несознательные граждане все равно продолжают испытывать судьбу. Период особого противопожарного режима, который, если будет установлен на территории, на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей и на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. Пожарные части обеспечиваются новой техникой. Такие машины пришли не только в пожарную часть Артема, но и усилили огнеборцев в поселке Заводском. Поступает нам на вооружение новая техника. Вот данный Урал, Next 3,5-7. Нового образца, скажем так, объем воды у него 6 тонн, пенообразователя 380 литров. У нас раньше мы работали с старым оборудованием советского образца. Сейчас у нас, как говорится, как в народе бронзбойты. Нового образца, модифицированный, с новыми техническими показателями. Вот такими пожарными машинами усиливаются наши пожарные части. Это высокая, проходимая, современная машина. И мы должны быть уверены, что наши огнеборцы всегда стоят на защите нашего дома от пожара и чрезвычайных происшествий. Виктория Летита, Егор Бондаренко, Светлана Нурик, Городские новости, Артемовский телеканал «Лента». В Артеме перед судом предстанет местный житель, который нашел чужое портмоне с крупной суммой денег и не устоял перед соблазном. В июле текущего года полицейские установили, что, выполняя должностные обязанности, потерпевший мужчина приехал на объект. При себе у него было портмоне, внутри находилось 114 тысяч рублей. Закончив работу, мужчина уехал, а по пути обнаружил отсутствие кошелька. Тогда он обратился за помощью в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний Артемовец. Он был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража с причинением значительного ущерба гражданину. А это срок до 5 лет. Однако, прежде чем признать вину, злоумышленник рассказал историю о том, что неизвестная женщина нашла портмоне и принесла его на проходную. Денег уже внутри не было. Тем не менее, жизнь с рассказа не помогла. Под тяжестью улик задержанный был вынужден признаться. Потерпевшему возмещен ущерб в полном объеме. Расследование окончено. Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд Приморского края. Сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему. В Артеме началась призывная комиссия. Под осенний призыв попадают граждане Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Ранее не проходившие срочную службу. Им предстоит служить в армии год. Призывная комиссия начала работу с 1 октября. Вручение повесток гражданам организовано сотрудниками военного комиссариата города Артема совместно с полицией Артемовского городского округа. Впервые служить призывают юноши и мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы в армии составляет 12 месяцев. После получения повестки молодой человек проходит обязательную медкомиссию. После беседует с членами призывной комиссии, которые принимают решение призывать или не призывать его в армию. А на вопрос в каком роде войск и части он будет служить ответит уже на сборном пункте. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации. По окончании срочной службы военнослужащие по призыву будут своевременно уволены и направлены к местам проживания. Отметим, что граждане, которые не явились по повесткам, подлежат розыску и будут доставлены в военный комиссариат, в том числе для принятия мер административного воздействия. За неисполнение требования закона предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Даже лесные птички могут довериться человеку. Уникальными кадрами поделилась жительница Приморья. Семечки на ее ладони привлекли маленьких проворных птичек, берущих еду прямо из рук. Такая милая, умиротворяющая картинка – идеальное завершение рабочего дня. Видео опубликовал портал Погода 25 регион. И на этом все. Смотрите нас завтра на телеканале Лента в 19.00. С вами была Ирина Антонова. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова